Девушки отдыхают 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 Сумка с деньгами и маски Скорее всего это банк Девушки отдыхают 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 Количество хп врага А тут такого же нет Теперь нас просит игра переключиться За Майкла Майкл какой-то лысый какой-то Странно почему Просто в руках переключаемся И стреляем Так, осторожненько Теперь игра работает более чем нормально Так Подмога еще Подмога прибыла Просто вот так вот стреляем И бежим дальше Кажется выбегаем Подобные миссии были в GTA 4 Ой господи Он достал дробовик Тоже там было ограбление банка Но там было ограбление банка в самом городе Хотя это даже очень хорошо Что они банк ограбили Именно в каком-то таком небольшом поселке Потому что там полиции меньше В городе бы их быстро поймали Они вряд ли бы убежали Так В общем бежим к той машине За Тревором и еще каким-то чуваком И F чтобы сесть в машину Что ж смотрим ролик Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так он, да? Пошёл ты. В общем, открыл маску тот чувак, но мы не знаем, кто это. И тут управление переключается за нас. Мы теперь управляем. Мы находимся в каком-то зимнем месте. Зимняя локация такая прикольная. Тут нам показывают, как нам управлять. Кто же не знает, как управлять автомобилем в GTA? Знает любой. Да, тут копы такие тупые. Самый грейтинг, когда я куплюсь в GTA 3. Так, в общем, смотрим на карту. Тут у нас навигатор сад уже стоит. Это вообще офигенно. В GTA 4 тоже. Карта тут, в отличие от всех, в GTA квадратная, а не крупная, как у всех GTA. Боже мой! Да, тачку повредил поезд. Скажите спасибо, что он вас не размазал. Боже мой! Боже мой! Дитя на машину, хорошо? Мы можем идти к этому пути. Нет! Эй! Подожди к плану! Что?! Подожди к плану! Давай! Где же это шапка? Подожди! Ах! 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 Ти, ты должен выйти! Я буду оставить тебя, Майки! Нет! Я не буду... Я буду бить! Нет! Нет! Я стою здесь! Взять! И тут появляется у нас такая небольшая заминочка. И мы просто убиваем копов, которые сюда прибыли. Майкла и этого чувачка ранили. Так я и не знаю его имени, кстати говоря. Его имени даже не говорят на протяжении этого пролога. Это, конечно, очень, очень хреново. Просто взорвем. Довольно много копов. Главное беречься копов с дробовиками. Я ненавижу дробовики. Очередная кат-сцена. Да! 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 Не трейк! Где ты нахер? Я не знаю! Что ты говоришь! Не знаю! Блин, иди сюда! Ты пришел рядом. Он хрен! Блин, иди сюда! Блин, иди сюда! Блин! Помни! Блин! Блин, иди сюда! да где то опять эта жизнь преступников иногда мне хочется просто взять и не играть люблю ради за преступников понимаешь черная кат-сцена и смотрим но я умолкаю это не всегда хороший муж, не всегда хороший граждан. Он не умер в смерти героя, но он был человек. Наш лорд был крючен с двумя богами, так что, может быть, он не должен судить. Рокстар Геймс представляет ГТА 5 Ну что же, смотрим первый ролик. И при просмотре первого ролика, Майкл не так уж сильно проснулся. Постареет за 9 лет. Только прическу отрастит, да и все. В общем, ладно, я умолкаю. Так, автосохранение. Ну, в общем, да, все, мы это заменяем и продолжаем. Начинаем новую игру. Смотрим первый ролик из Лос-Сантоса уже. Через 9 лет вперед. Его сыthing, Джеймс... он хороший парень? Он хороший парень? Training хорошим парень? Почему? Он ayuda к маленьким поглубимым? Нет. Он сидит на голове кругом, выпивая, капидая и пугасом, но играет этот драгоценный игрок. Если это наш стандарь для здоровья, то это не то, что этот страной скрылся. И что с тобой? Что с тобой? Эй. Я не имею в виду, что этот ребенок имеет. Когда я был его в год, я уже был в преследовании дважды. Я брал банки. Я гулял хоррор, я смуглил дот. И ты считаешь их успехи? Эти были возможности, которые я получил. А то, что я их взял. И где эти возможности вы получили, Майкл? Они меня в порядке, вот здесь. В конце дороги. В большом доме, и в полезном ребенке, и я встал говорить с тобой, потому что никто не дает ничего. Я живу в меч, мальчик. И этот меч был воплот. Он воплот. Воплот. Поехали все. Я думаю, что я просто сделал. Ну, я думаю, что это все, что у нас есть время для того, чтобы это было время. В то же время следующей неделе? Я думаю. Я должен сказать, что я не уверен, что это работает для меня. Что-то такое. Ну, а то, что я не знаю. Ну, а то, что я не знаю. Ну, а то, что я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Потому что красный я выбирал, когда я сам играл. И F садимся в машину. Прикольно, они тут тралят друг друга. Всё. Снимся в машину и следуем за Ламаром. Чувака зовут Ламар. У них такой странный ниггерский акцент какой-то, знаешь. Игра очень хорошая. Можно переключаться в игроках, но с помощью игроков. Можем так использовать. У каждого героя есть своя суперспособность, кстати говоря. Мальчик, ты это знал, просто нажимаем. Нажимаем на капслок, чтобы включить способность Франклина слоумо при вождении автомобиля. У каждого будет своё слоумо. У каждого персонажа. У каждого персонажа свои навыки. То есть у кого-то выносливости больше, у кого-то силы больше. Так что вот такие вот дела. Блин. Тут столько много машин. Машина тут ездит в миллион раз быстрее, чем в GTA 4. Но и физика их полностью упрощена. Да. Полностью упрощена. Физика. Вот такие вот дела. Куда что ты под колёса, под тварином? Сука, блин. Офигенно, да? Езжайте быстрее, клячи. В общем, нам говорят на пробел, что включить ручной тормоз. Ну, в общем, да. Идёт просто, просто говоря, идёт обучение. Да, что под колёса-то, а? Да, я не знаю. А я плановать. Да. Прикольно. Машина так мягко приседается. Я... В принципе, тут вообще можно без слома. Ну, какие-то приколы надо включить. Такие раз ввели способность, нужно её использовать. Чтобы... Можно вот так включить вот такое. Управление от первого лица можно включить. Но для меня она не очень удобная. Да, что ввели, можно от первого лица. Офигенно. Уф, какой-то авто... Автостоянка какая-то тут. Я скрою тебя слишком долго. Су, хоуми. Так, говорят... А не говорят, как Гроув Стрит Бойс. Как ты сын Андреас. Судя по прошедшему времени, СиДжея уже вряд ли... СиДжея уже вряд ли какая-то опять есть. Хотя всё может быть. Всё-таки это сын Андреас. Штат. Лос-Антос. Очередный ролик, мы смотрим. А-а-а, кто-то же уехал. Да, и первый уход от полиции. Тут немножко не такой уход от полиции, как в GTA 4, но он очень похожий. Нужно просто уйти от копов, чтобы они нас не видели. И спятаться в определённом месте. Так, пока, где мы спятаться? Главное, чтобы нас не загнали. Да, ещё чего. Жену, жену-то свою арестовывать будешь. В постели, а не меня. Так что всё. Блин, тут какие-то ремонтные дороги идут. Очень просто едем, вот так. Да, игра немножко так, чуть-чуть совсем под лагерь, но это незаметно. Очень просто уезжаем от полиции и прячемся где-нибудь в огромном месте, чтобы нас никто не видел. Блин. Это будет довольно сложно сделать. Хотя нет, легко. Кого я обманываю. Ой, ё-моё. Тут, блин, как Сен-Андрес такое же, машина. Похожая очень. Икс, чтобы пригнуться, сидя в машине. Прикольно, можно пригнуться, сидя в машине. Всё. Копы нас потеряли, теперь доставьте машину дилеру. В общем, отвозим машину какому-то дилеру неизвестному. В общем, покажу тебе карту Сен-Андрес. Это вся... Это нет, это ещё не вся карта. Это только Сен-Андрес. Только Сен-Андрес. Тут ещё будет множество всего. Точнее, это не только Сен-Андрес, это только Лос-Антос. Всё, теперь мы поиграли за Франклина и можем использовать его суперспособность. Потому что Франклин, у него... Он лучше всех вводит машину. Из всех трёх персонажей. Вот мы и приехали, смотрим очередной ролик. Это автосалон Симона. Скорее всего, дилеры и зовут Симон. Здесь Франклин будет получать задание. Всё, идём к этому Симону. И говорим, что мы привезли ему машину. Немножко помяли, но ладно. Думаю, на это не будет обращать никакого внимания. Симон-Андрес. 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 Да, ролики в этой игре все сделаны на движке, на движке игры. Абсолютно все. Может, прям с самого начала. Те, кто его знает. В общем, познакомились мы с этим Симоном. Как мы понимаем, Ламар и Майкл... Ой, Майкл, ёб твою мать. Франклин у него работают. Доставят ему какие-то определённые тачки или что-то ещё. Какую-то работу, по-моему, получают за это бабло. И, походу, неплохо это у них пока что получается. Как было написано ранее, мы сможем получать задание от этого Симона. Ну, а теперь просто идём, садимся в тачку, в эту. К Ламар. К Ламару, в общем. Ламар его зовут. Приложение, фрукт на свой смартфон. Да, можем достать смартфон. Есть почта. Ладно, это я покажу, когда мы миссии уже пройдём. А теперь слушаем диалог, я умолкаю. Она сцена, да. Она сцена, да. Она сцена к нигде. Она сцена к нигде. Сцена. Она больше как осцесс с сцены. Да, я сцена к нигде. Это точно, что я сцена к нигде. О чём они там говорят? Они что, позабоченные что ли? Точнее, Ламар. А Ламар постоянно Майкл, во время Франклина, подстрекает на какие-то действия такие неразумные. Вот гараж у нас есть, какое-то транспортное средство, паркует в своём гараже. Как и во всех GTA, в общем-то. А сам-то он не ниггер, блин. Походу, это тётя Франклина. Тут мы сможем сохраняться. И переодеваться. У нас много гардероба тут есть. Это дом Франклина. Как ты понимаешь, мальчик. Чтобы переодеться, то подойти к гардеробу. Но мы пока переодеваться не будем. Потом переоденемся. Мне лично нравится одежда Франклина. Будем одеваться по погоде. Вастер. Выполнено. Франклин и Ламар назывался у нас миссия. Всё, нажимаем далее. Ну что же, прошли мы, как говорится, миссии. У нас теперь, в общем, сейчас... Можно сохраниться. Осмотреть тут дом. Всё тут можно хорошенько так вот осмотреть. Вот, походу, тётя Франклина. Она, кстати, на него похожа. Ну, как ты видишь, да. Так, тут есть телевизор также. Ммм, прикольно, такой мультик идёт. Тут нам звонит этот самый Симон. И завтра вот этот вот, короче, клуб. Франклин! Эй, что ты идёшь, хом? В маркете, мой парень. Ликвидность — б***ь. Пришли сюда, чтобы я могу дать тебе новую репо-лист. Хорошо, дарь. Я буду рядом, когда я получаю чейн. Прикольный зелёный такой телефончик у этого. У Франклина. В общем, появился он на буковке С. Это не Свит, не путай, мальчик. Это не Свит. Не Свит Джонсон. Это Симон. Потому что тоже там... Потому что могут некоторые спутать. Ладно, конечно, никто не спутает. О, старый велик. Отдай его мне, и по Шенди мы его почти не будем кататься. Ладно, шучу. Походу, эта комната спальня — это тёти Франклина. Я не знаю, какой там зовут. Так, это у нас что? А, это дверь. Так, это выход у нас, это дверь. Ну, мы давайте сохранимся. Е, сохранить игру. Да, такое же сохранение, как в GTA 4, тоже Спит. И тоже в обуви. Хотя бы продумали, что ли. Так, ладно. Общее сохранение. 0,3. Что у нас вообще есть? Создать новое сохранение. Да. Нажимаем вот так. И всё. Мы сохранились. Ну что же, мальчик, а на этом я заканчиваю первую серию прохождения игры GTA 5. Ну что же. В следующей серии... Мы прошли с этого пролог и первую миссию. В следующей серии мы пройдём с этого миссии под тем... Подработодателем Франклина. Симоном. Так, подожди, можем переключаться? Нифига. У нас ещё никто неизвестен. Видишь? Они все под разными такими цветами. Таким прикольным. Вот, можем посмотреть... Блин. Можем посмотреть спецспособность. Вот такая. Выносилась такая стрельба. У него самая маленькая. Скрытность тоже самая маленькая. В общем. Но у него вождение лучше всего. Но потом сравним. Когда сможем переключаться... ...всеми персонажами, мы тогда сравним... ...способности каждого персонажа. Ну что же. Надеюсь, тебе понравилась первая серия прохождения игры GTA 5. Увидимся с тобой в следующей части. Так, не кричи на нас. У меня и своей бабки тоже хватает. Так, ну ладно. В общем, не в этом дело. Ну всё, Пашинди. Увидимся в следующей части. И ты, Димыч Андреевич, если я сейчас смотришь это видео.